МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, еще сегодня утром мы хотели с вами просто поговорить о друзьях и недругах нашей страны, ну, политических, разумеется, об общих целях союзниками, о роли России как государства, которая способна сплотить все здоровые силы цивилизации перед общим врагом, перед терроризмом. И вот буквально несколько часов назад на границе Сирии и Турции был сбит наш военный самолет Су-24. Говорят, что пилоты катапультировались. Вроде бы как один из них даже находится в плену у сирийских туркменов. Сейчас начинает поступать официальная реакция с самых разных международных уровней. Президент страны сейчас дает свою оценку, что не мешает и нам присоединиться к этому процессу и рассмотреть во всех обстоятельствах, что же изменилось, к чему способен привести тот инцидент, назовем его пока таким образом, который произошел сегодня утром. С нами на прямой связи наш специальный корреспондент в Москве Анна Воропаев с последними новостями. Анна. Пилоты продолжают поиски пилотов рухнувшего самолета. По предварительной информации все-таки удалось катапультироваться, но пока все-таки данные эти неточные, поэтому говорить о судьбе российских летчиков точно, что-то пока все-таки еще рано. И вот по сообщениям турецких СМИ, один из них все-таки был захвачен местными жителями, а сам же бомбардировщик рухнул в Сирии на расстоянии 5 километров от границы Турции в районе Горг-Изылдак, где как раз проживают сирийские туркмены. Местность эта неспокойная. Там как раз в это время очень часто проходят столкновения между оппозицией и правительственными войсками. И, кстати, совсем недавно сирийские туркмены высказывали свои протесты по поводу антитуристической операции России в Сирии, поэтому совсем непонятно, как же они отнесутся к российскому летчику, если, конечно, станет известно, что он приземлился на российской, вернее, на их территории. Но я повторю, достоверной информации на эту минуту пока нет, поэтому все эти данные еще необходимо уточнять. А вот что известно из официальных источников. По сообщениям турецкой страны, российский Су-24 был сбит из-за нарушения воздушной границы. Причем там даже утверждают, что якобы в течение пяти минут десять раз предупреждали наших летчиков о том, что они нарушили границы и только после этого открыли огонь. А вот в Министерстве обороны России сообщают, что бомбардировщик находился исключительно на территории Сирийской Арабской Республики, и ведомстве заявляют, что это зафиксировано объективными средствами контроля. Тем временем в НАТО созывают внеочередное заседание Северно-Альянса на уровне послов, а в ООН уже успели сообщить, что инцидент с российским самолетом может существенно осложнить ситуацию по борьбе с терроризмом. В Кремле же пока давать оценки до недавнего времени не спешили. Дмитрий Песков, например, назвал крушение Су-24 очень серьезным происшествием, но предупредил, что до тех пор, пока у нас нет полной картины, делать какие-то заявления преждевременно. Но вот сейчас известно, что Владимир Путин уже в ближайшее время должен будет высказать свою оценку по поводу этого происшествия. Инна? Да, спасибо большое. Он делает это как раз в эти минуты. По мере того, как будет появляться новая информация, будем, естественно, тут же ею делиться. Я благодарю, Анна, большое вам спасибо за эти новости. Давайте начнем разбирать ситуацию по косточкам с самого начала. Я приветствую в Москве наших экспертов. Владимир Константинович, Андрей Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Слушайте, пока действительно настолько мало подробностей. Давайте попытаемся рассудить. Это случайность или провокация? Вы знаете, когда имеешь дело с таким клубком политических проблем, когда идет довольно, прямо скажем, ширкомасштабная военная операция, в которой участвуют очень разные силы и очень разные военные части и контролируемые, и не очень контролируемые. И когда интересы государственные и иные вот так переплетаются и сталкиваются, любая ошибка становится провокацией. Слушайте, а Владимир Константинович... Очень часто не надо даже слишком что-то долго планировать для того, чтобы просто достаточно вот так на 5 секунд, допустим, если это происходило, на самом деле, пересечь чужую границу. Да, мой вопрос, он очень простой. Может быть, действительно, всего-навсего турецкие военные исполнили некий военный регламент, не подумав о том, к чему это способно привести. Ну, например, мы можем допустить такую мысль. Или все-таки... Ну, конечно, можем. Чувства всех настолько сейчас обострены, что, в общем, трудно представить, что турецкие военные, понимая, в какой сложный исторический момент мы все выполняем свои официальные обязанности, они не могут этого не понимать. Поэтому понимали, что делали, когда сбивали Су-24 наш. Вы знаете, дело в том, что турецких военных, вот тех, которые в самолете, довольно сложно обвинить в том, что они недооценили политического момента. Они действуют согласно своему уставу. А у них в уставе написано, что если... Я думаю так. Я не знаток, конечно, устава военно-воздушных сил Турции, но мне... Но я предполагаю, что там написано примерно следующее. Что если некто, пересекший границу суверенного государства, не отвечает... Если все было так, как описывается, не отвечает на эти сигналы, то военные обязаны сбивать. Политики обязаны думать, размышлять, не допускать таких ситуаций. Иногда военные проявляют потрясающие чудеса вдумчивости. И мы же знаем случаи, когда военные так поступали, что мы избегали очень серьезных вещей, вплоть до, я не знаю, ядерных бомбардировок. Иногда им это удавалось. Но с точки зрения... Им это удавалось, и, возможно, их потом очень хвалили, и памятники можно им ставить потом с точки зрения общегуманитарной, но с точки зрения военной, который выполняет положенное ему, в сущности, к чему он присягу отдавал, мне трудно сейчас, причем вот на таком пока слабеньком базисе, информационном подлинном, вот что-то кому-то предъявить. Ну, видите, да... А политикам? Вот политикам предъявить можно. Смотрите, Владимир Константинович... В ту же секунду можно предъявить политикам и так далее. Да, Владимир Константинович, понятно, что военные сегодня, это и политики в том числе. У нас есть данные объективного наблюдения, которые доказывают, что наш самолет находился над территорией Сирии. И это действительно тогда вызывает огромную кучу вопросов, потому что сегодняшние военные, это и политики в том числе. Я не верю в то, что турецкие высокопоставленные военные не в состоянии оценить политический момент, то, о чем вы сказали. С нами на телефонной связи я приветствую директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова. Семен Аркадьевич, вы нас слышите? Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что связались с нами. Семен Аркадьевич, вы можете сформулировать сейчас, как повлияет этот инцидент на российско-турецкие отношения? То, что они изменятся, это, ну, наверное, очевидно. Ну, во-первых, надо сказать, а еще, собственно, турки преследовали, сбив наш самолет. Во-первых, я хотел бы сказать, что целью было не допустить, чтобы наша авиация распокойно работала в небе Сирии, особенно, так называемые, буферные зоны, созданы на территории Сирии. 98-километровый участок границы, только на территории Сирии, на западном берегу реки Ефрат, и где проходит Джал-Аль-Брус, такой переход, городок, это переход в Турцию, который оставался под контролем исламского государства. Под видом борьбы с исламским государством они создают буферную зону и прикрывают этот пропереход, который будут террористические радикальные группировки типа «Исламский государство», «Джупан Тануср» и прочее использовать для того, чтобы перебрасывать необходимые силы и средства для войны против сирийского народа. Вот что турки преследовали. Об этом надо говорить. И о том, что это будет инцидент, было ясно еще давно. Я об этом много раз говорил. Косвенно в этом свидетельствует. И то, что турки неделю назад обвинили нас, якобы, я почувствую, якобы, что наша авиация бомбила поселки Туркменов, Туркомонов, на территории Сирии. Затем они обратились позавчера в Совбез ООН с таким же. То есть шла активная, дипломатическая, одновременно военная подготовка к этому провокации. С целью поддержать турок на аэродром «Джейнджерлик», на авиабазу «Джейнджерлик» перебросили были дополнительно авиации США, в том числе самолеты F-15, соответствующие модификации. Это не что иное, как истребители-перехватчики, работающие против авиации. У «Исламского государства» еще есть авиация, что ли? Нет, это было против нас и сирийская авиация. То есть против нас. Теперь что надо делать? Я скажу, как человек с большим опытом работы на этом направлении, чем жестче будет ответ, тем лучше. Конечно, незамедлительно должен быть отозван посол. Их посол должен быть также покинуть город Москву. Значит, мы должны наконец-то вести жесточайший визовой режим с этой страной, который, по сути, является пособником терроризма, и ударить самое больное их место. Называется это больное место курды. Я вас поняла. С другими словами, Турция сегодня абсолютно откровенно обнажила свои интересы и, главное, показала, на чьей она стороне. Я вас правильно понимаю? Да, да, абсолютно верно. Если мы будем размазывать кое-что по кулицу, то эти инциденты будут повторяться и все больше и больше. Тяжелейший вывод на самом деле приходится сделать. Я бы очень хотела, чтобы мы сейчас все вместе с вами послушали полную версию высказывания президента России. Я говорила о том, что Владимир Путин сейчас в Сочи дает оценку произошедшего сегодня утром. Наши редакторы монтируют сейчас это видео. Буквально через пару минут мы его увидим. Слушайте, тем не менее, ведь, да, ни для кого не секрет, что у России и в Турции огромное количество до сегодняшнего момента было экономических интересов. Я бы очень хотела, чтобы вы сейчас проголосовали, ответив на очень простой вопрос. Ну, во-первых, мне интересно, делают ли это автоматически наши страны союзниками или даже друзьями. А вопрос для голосования звучит следующим образом. Есть ли у России, на ваш взгляд, настоящие политические друзья? Да, имею в виду, что если есть общие цели и интересы, наверное, это повод и залог крепкой дружбы. Итак, на ваш взгляд, есть ли у России крепкие политические настоящие друзья? Да или нет? С тем же самым вопросом я обращаюсь и к нашей телевизионной аудитории. Напоминаю, что для вас в медиа-центре работают мои коллеги Дарья Баранова, Ирина Петрова. Коллеги, есть, наверное, какие-то отклики от наших телезрителей? Да, Инна, Здравствуйте. Ну, вот телефон буквально разрывается от звонков, но я, пожалуй, начну с международной реакции на сегодняшнее событие. И вот один из ярких комментариев президент Чехии Милош Земана судил действия Турции, говоря о подозрениях, что она неформально взаимодействует с ИГИЛ, а Россия с ним борется, то атака, как радикальная мера, лишь усугубила атмосферу. И вот король Иордании обдала второй сегодня на встрече тоже выразил соболезнования в связи с гибелью пилота Су-124. Ну да, выступление Владимира Путина как раз оттуда мы действительно покажем интересную минуту. Еще некоторые сообщения, которые приходят, в частности, с пометкой молния военной атташе Турции в России сегодня был выздан в наше Министерство обороны. Кроме того, заявляют и Евросоюз, и Великобритания, что следят за ситуацией в Турции, в частности, мы пристально следим и пытаемся понять, что точно произошло. Официальный представитель Евросоюза. Еще инцидент с военным самолетом России очень серьезный. Вот так вот заявляет Лондон. Тоже они ждут. Ну и, конечно, как говорил наш корреспондент, мы ждем 19 часов, тогда начнется встреча НАТО в Брюсселе. Вот это первые международные события. Давайте посмотрим первую реакцию наших зрителей, не только наших в социальных сетях. На случившееся, Ирина, ужас очень страшно. Что будет дальше, теперь совершенно непонятно. Дальше популярны. На Новый год в Египет, потом в Турцию. Теперь, понимая, что останемся у себя в Екатеринбурге. Еще кто-то, когда-то должно это было случиться. Боевые самолеты ведут боевые вылеты. Естественно, могут быть сбиты. Ну и последнее. Эта Турция все специально подстроила. Заранее спланированная акция под управлением США. И такие мнения тоже есть, Инна. Будем следить за развитием событий. Да, спасибо большое. Я так полагаю, что в сложившейся ситуации остаться в Екатеринбурге на новогодние праздники, это меньше из зол, поскольку сегодня, наверное, необходимо поднять вопрос о том, что совместная международная борьба с глобальным террором может быть существенно осложнена этим инцидентом, который произошел сегодня утром на турецко-сирийской границе. Сразу после рекламы. Прямо об этом подробно будем разговаривать с нашими экспертами. Не переключайтесь. В эфире открытая студия. Единственная тема, возможная для сегодняшнего обсуждения, это то, что Турция сбила российский самолет. Мы сейчас готовы показать вам полную версию высказываний президента страны Владимира Путина, которые он сделал в Сочи на встрече с Абдалой Вторым. Понятно, что его оценка событий повлияет и на наше международное действие в международном поле. Поэтому давайте послушаем, что он сказал и подробно обсудим сразу после того, как президент закончит. Это событие выходит за рамки обычной борьбы с терроризмом. Это событие возле фреймворка регулярных борьбов против терроризма. Конечно, наши военные ведут героическую борьбу с террором, не жалея себя и не жалея своей жизни. Но сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. По-другому я не могу квалифицировать то, что сегодня случилось. Наш самолет был сбит над территорией Сирии. Ракеты воздух-воздух с турецкого самолета F-16 упал на территорию Сирии в четырех километрах от границы с Турцией. Находился в воздухе, когда на него была совершена атака на высоте шесть тысяч метров на удаление одного километра от турецкой территории. в любом случае наши летчики и наш самолет никак не угрожали Турецкой Республике. это очевидная вещь. Они проводили операции по борьбе с ИГИЛ. в северной Латакии, это горная часть, где сосредоточены боевики, в основном выходцы из Российской Федерации. и в этом смысле они выполняли свою прямую задачу превентивных ударов по террористам, которые в любую секунду, в любое время могли вернуться в Россию. И это, конечно, люди, которых напрямую необходимо относить к международным террористам. Мы давно фиксировали тот факт, что на территорию Турции идет большое количество нефти и нефтепродуктов с захваченных ИГИЛ территорий. Отсюда и большая денежная подпитка бандформирования. Теперь еще и удары нам в спину, удары по нашим самолетам, которые борются с терроризмом. Это при том, что мы с американскими партнерами подписали соглашение о предупреждении инцидентов в воздухе. А Турция, как известно, в ряду тех, кто объявила о том, что они якобы воевают терроризм в составе американской коалиции. Таким образом, что мы решили с договором о деконфриктах и прекратить аэроприктах с Украинами. И, как мы знаем, Турция была among the ones who announced that it's joined the US-slugt coalition in their fight against terrorism. Если у них, у ГИЛ, такие деньги, а счет идет на десятки, сотни миллионов, может быть, на миллиарды долларов за счет торговли нефтью, since ISIL has so huge resources which stood at the level of tens of hundreds of millions of millions of dollars coming from illicit oil proceeds, плюс к этому они имеют защиту со стороны вооруженных сил целого государства, в том числе в сердце Европы. Мы, конечно, внимательно проанализируем все, что случилось, и сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьезные последствия и для российско-турецких отношений. Мы всегда относились к Турции как не просто близкому соседу, а как дружественному государству. Не знаю, кому было нужно то, что сделано сегодня. А в своем случае не нам. и вместо того, чтобы немедленно наладить с нами необходимые контакты, насколько нам известно, турецкая страна обратилась к своим партнерам по НАТО для обсуждения этого вопроса и этого инцидента. как будто это мы сбили турецкий самолет, а не они наши. Они что, хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ? Я понимаю, что у каждого государства есть свои региональные интересы. и мы всегда относимся к ним с уважением. Но мы никогда не потерпим, чтобы совершались такие преступления, как сегодня. И, конечно, мы рассчитываем на то, что международное сообщество все-таки найдет в себе силы для того, чтобы сплотиться в борьбе с общим злом. Тем более чудовищно, что такого удара в спину мы, конечно, не ожидали. Повторю, в Латакии есть основания предполагать, что в Латакии базируются те террористы, которых мы считаем выходцами из России, и наша страна там занималась тем, что превентивно пыталась бороться с их возможной активностью. Я приветствую директора Института новейших государств Алексея Анатольевича Мартынова. Алексей Анатольевич, слушайте, правда, вместо того, чтобы наладить какой-то диалог с Россией, турецкие власти обратились в НАТО. Скажите, пожалуйста, это правда, вот этот вопрос, который озвучил президент сейчас, они рассчитывают и НАТО поставить на службу ИГИЛ? Ну, мне совершенно нечего добавить к словам нашего президента, я скажу еще раз, российские летчики, которые сегодня совместно с легитимным правительством Сирии, с армией Сирии борются, на самом деле воюют, потому что идет именно война с международным терроризмом в лице ИГИЛ на территории Сирии, Сирии герои. И это очень важно произнести сегодня здесь в этой студии. Те летчики, судьба которых до сих пор неизвестна, кто-то говорит, один погиб, второй в плену, они герои. Это раз. Они защищают нас с вами, они защищают Россию в Сирии, борясь с международным терроризмом ИГИЛ. То, что касается Турции и вот этого сегодняшнего инцидента, президент вполне недвусмысленно все сказал. Это пособники международного терроризма. Те люди, которые сегодня сделали то, что они сделали. И он назвал это преступлением, это и есть преступление. То есть, эти люди по сути встали по одну черту с международным терроризмом, с так называемым ИГЭ и, так сказать, все, что с ними связано. Я хочу понять, каким образом будет реагировать международное сообщество на произошедшее. Дмитрий Андреевич, наверное, вас спрошу. На наш взгляд, ситуация выглядит абсолютно прозрачно. И турки тоже не могут не понимать, как это выглядит со стороны. Они рассчитывают на то, что НАТО их поддержит, союзники их поддержат или они просто сделали, а потом ужаснулись. Что происходит сейчас на международной арене, на ваш взгляд? Что происходит, сложный вопрос. Но давайте посмотрим, может быть, на эту ситуацию с точки зрения истории последнего месяца. Сколько раз российские самолеты и, соответственно, российское министерство обороны и российский МИД признали эти факты? Сколько раз мы залетали на территорию Турции? Насколько я понимаю, там действительно географически сложная ситуация. Идет война, идет серьезная борьба с международным терроризмом. О чем вы говорите? Неоднократно заявлялось о координации на уровне генеральных штабов между, я имею в виду, российский генеральный штаб и генеральный штаб Турции. Система ополещения. Об этом тоже говорит президент? О чем вы говорите? Конечно, они залетали и что? Но не сегодня. Это что, повод для того, чтобы сбить? Там же база расположена таким образом, что в случае, если погода не способствует, действительно... Там все сложно. Да, но в этот раз, но в этот раз, говорят, не залетали. Мы тоже знаем о том, что там все сложно. Но сегодня-то не залетали. Сегодня не залетали, больше того, мониторинг, подтверждая, что действительно самолет был сбит над сирийской территорией. Да. Мы не спорим в данном случае с тем, что заявил сложное. Мы знаем, что конфликтная ситуация. Мы знаем, что самолеты Турции поднимаются. Почему наши бомбардировщики без прикрытия истребителей находятся там? Может быть, вот настоящие пособники ИГИЛа? Простите? Почему наши бомбардировщики оказываются в сложном месте без дополнительной защиты? Что у вас в голове вообще? Что у вас в голове? Почему наши вертолеты не могут забрать? Что кого сбили? Насколько я понимаю, есть некая военная операция, связанная с тем, что по нашим разведданам в Латакии гнездо террористов, выходцев из России. Мы не ждем со стороны Турции никакого подвоха. Мы рассчитываем, что мы на одной стороне. Вот у нас есть некая военная операция и получаем, так сказать, вбок оттуда, откуда не ждали. Вот на самом деле по схеме ситуация же выглядит вот так. Мы знаем, что ситуация сложная. Больше того, наши самолеты Турции ведь никак не угрожали, согласитесь. Дмитрий Юрьевич, вы-то что по этому поводу думаете? Что тут думаете? Спланированная, целенаправленно акция. Хотели сбить и сбили. То есть сколько наши самолеты там воюют, до этого что-то ничего не происходило. Бояться им там некого, никакой авиации на стороне исламских этих государственников нет. Нет, просто. Там есть турецкие военно-воздушные силы. Ну, судя по картам, которые они предоставляют, там такой выступ прямоугольничком два километра. Ну, сверхзвуковой бомбардировщик, он пролетает, это дело за секунды. То есть даже если он что-то там нарушил, а говорят, не нарушил, то непонятно, а почему раньше не сбивали, если раньше летают, если постоянно что-то нарушают, если это все согласовано, если на всех радарах видно, зачем его сбивать. Вопрос в том, о чем мы с самого начала говорили с Владимиром Константиновичем. Военные сегодня, да, не избавлены, высокопоставленные военные, не избавлены от участи политиков, да, они не могут не понимать, что ситуация, когда российская авиация никак не угрожает суверенитет у Турции. Понятно, что, значит, видимо, турками двигали какие-то другие цели. Слушайте, еще ведь на саммите G20 Путин всем вслух сказал о том, что Россия неоднократно фиксировала длиннющие, так сказать, караваны, такие нефтепроводы буквально с автомобилями, которые перевозят вот ту саму нефть, которую качает ИГИЛ, и которая вливается дальше в общемировое такое нефтяное сообщение. Возвращаясь к своему первому вопросу, да, мировое сообщество, как оно, ну, мы прогнозируем сейчас, будет реагировать на сегодняшнюю историю с учетом того, что, в общем, отмахнуться от тех фактов, которые озвучивает Путин, невозможно. Алексей Анатольевич, Владимир Константинович. А, это мне вопрос, да. Знаете, я думаю, что это очень важный вопрос, и от ответа на него будет крайне многое зависеть. Вот если сейчас мировое сообщество начнет, значит, размышлять с учетом вот всех этих фактов, начнет, как Путин любит говорить, сопли жевать и так далее, и вот какие-то такие мероприятия тут производить, или даже больше того, угрожать и говорить о том, что, ну, вообще-то НАТО сейчас за Турцию вступится, или что-то в этом духе, то это подтвердит истину, о которой мой коллега только что говорил. Он сказал, что турки сейчас на стороне ИГИЛ, по фактам. А им не страшно в этом признаваться? Подождите. Все, кто сейчас их поддержит, все, кто сейчас их поддержит в этой ситуации, получается, они все на стороне ИГИЛ. Ну, вообще-то, если честно, мы и сами это знали. Мы знали, как американцы воюют там, так аккуратненько, этих бьют, этих нет, и все остальные тоже так. Вот Россия занимается делом, и, конечно, до сих пор были предположения, что Турция имеет сложные внутриполитические взаимоотношения, есть силы, которые противоборствуют официальному политическому руководству страны, есть множество самых разных интересов. Сегодня Турция на самом высоком уровне подтверждает свою причастность к мировому терроризму, и получается, что ей совершенно не страшно делать такого рода заявления. Как будет выглядеть международная коалиция, условно говоря, завтра? Я бы выдержку, понимаете, я бы выдержки немножко позаимствовал нашего президента, еще чуть-чуть все-таки выдержки. Если сейчас с турецкой стороны ничего внятного не последует, тогда это будет означать все то, о чем мы сейчас говорили, а может быть и больше. Конечно, можно говорить, а мы всегда говорили, ну я, в честности, всегда говорил, что идет война, мне всегда оказалось, что она уже объявлена, и что вот эти аккуратные маневры, которые мы тут друг друга уговариваем принимать, они приведут только к большему ужесточению ситуации и к несчастьям для страны, для России, я имею в виду. Вот это будет ясно, ну если кому еще было не ясно, вот будет совсем ясно. Если турки сейчас скажут, что, ну, это была ошибка и как-то смогут оправдать, я не знаю, как правда, как правда, это такое Слушайте, задача дипломатии все-таки от политиков Турции, не от военных. Владимир Константинович, подарит бриллиант, подарит что-нибудь, шах, да, вот тут есть такие предположения, может быть тогда, понимаете? Вы говорите о выдержке, Владимир Константинович, вы говорите о выдержке, понятно, что сейчас задача дипломатов, да, все-таки каким-то чудом не разрушить, да, зачатки той конструкции, которая может все-таки, да, послужить неким заслоном для мирового терроризма. Все-таки там планируется... Она и вестурок может сложиться, в конце концов. Секундочку, секундочку, а сложится ли? Вестурок, если никого силы не принуждают как отреагируют Великобритания, Франция, Германия, как они отреагируют на сегодняшний инцидент и главное, например, не сорвутся ли ближайшие встречи, там, запланированные, к примеру, с Франсуа Аландом. Правильно, так это и есть момент истины, абсолютно верно, это и есть момент истины, как они отреагируют сейчас, так мы с ними и дальше будем жить, а то странно сказать, в общем, существовать Алексей Анатольевич, решать вопрос. Как вы предполагаете, будут складываться эти отношения, уже завтра или сегодня вечером? Я думаю, что сегодняшняя провокация собственно и значит совершена с целью сорвать эти переговоры, сорвать формирующуюся коалицию, продлить жизнь так называемого ИГ, продлить значит время вот этого криминального бизнеса, который на самом деле контролирует ряд турецких генералов, я имею ввиду покупку у террористов за копейки ворованной нефти и перепродажу ее дальше в Европу. Мы, конечно, можем, так сказать, только позавидовать, как сказал коллега, выдержки нашего президента, но я хочу сказать, что сейчас действительно уже наступил, не наступает, а уже наступил момент истины, когда либо вы против международного терроризма и вы вместе с Россией с ним боретесь, либо вы с ним солидаризируетесь, либо это ваш общий бизнес и вы находитесь на другой стороне. Ну, собственно, по ту сторону добра. По ту сторону, совершенно точно. Поэтому здесь двух мнений быть не может. Сейчас много начнут говорить про то, что в Турции все не слава богу, что это, так сказать, подстава Эрдогана, что это его месть, так сказать, за что-то ему со стороны кого-то из военных. Я думаю, что теоретически нельзя исключать такого развития событий, но того, что президент не знал... суть и дело это не меняет. Сбит российский самолет, понимаете? Сбит российский самолет. Не так, Александр Ильич, совершено международное преступление. Это международное преступление. Давайте называть вещи своими именами. Совершенно точно. Совершенно точно. Но на фоне всего происходящего следует только усилить, так сказать, совместную борьбу с ИГ, с международным терроризмом на территории Сирии и еще дополнительно обеспечить средствами, так сказать, безопасности наши барбардировщики. Это знают прекрасно, как сделать Министерство обороны. Это не наше с вами, как говорится, дело. И я уверен, что такие меры уже предприняты, в том числе и наземного, и воздушного, и даже морского базирования. Нет, но это наше дело, да, потому что вы сами сегодня сказали о том, что летчики, которые, ну, дай бог, живы, да, может быть, не живы, да, они настоящие герои, и они наши соотечественники, поэтому это и наше дело. Я бы хотела послушать сейчас высказывания наших телезрителей. Даша и Ира, что говорят? Да, Инна, вот вы спросили, какова реакция международная? Естественно, она появляется. В частности, только что МИД Швеции и Финляндии заявили о своей глубокой обеспокоенности в связи с ситуацией, именно глубокой обеспокоенности от действий Турции. И вот уже есть официальное заявление Турции. Премьер-министр страны сказал, что пусть мир знает, что любой, кто нарушает нашу границу, получать ответ с нашей стороны. Это наше право принимать меры. Вот его заявление, то есть он говорит, что Турция имеет право на защиту своих границ. Вот как это вообще возможно, учитывая, что мы уже знаем, что наш самолет был на территории все-таки Сирии? Инна, может быть, прокомментируют эксперты как-то? Может быть, Директор Анатольевич, да? Нещищ его личного, только знаете ли бизнес. Вот вам простой пример. Когда политик высокого уровня, турецкий, сейчас пытается прикрыться своим военным, своим летчикам, своим военным уставам. Вот, понимаете, это хуже всего. Нет, но это беспроигрышный же козырь, да, уставы написаны кровью, поэтому давайте их соблюдать любой ценой. И пользуются своими же собственными военными, как марионетками. Ну, что это за политики такие? И куда они приведут Турцию и всех нас, если мы их внезапно послушаем или там поймем, как-то вникнем во всю эту историю? Да быть такого, быть такого не должно. Вот какие-то аккуратные сигналы, которые пошли там от мировой общественности со стороны Финляндии и Швеции, да, обеспокоенность деятельностью Турции, ну, хоть обеспокоены, спасибо и за это. Вообще-то, нужно было заявлять решительный протест. Вот посмотрим, что там они вечером сегодня в НАТО заявят. Тоже вот интереснейший вопрос. Как они, наверное, Аесовский говорит о предположениях. Понятно, что все блюдут с одной стороны свои, в том числе, союзнические интересы, да, и Турция, она же не сама по себе, у нее есть целый ряд союзников. Как вам кажется, хватит пороху, хватит здравого смысла для того, чтобы, ну, как это, красиво, отмежеваться от действий из-за турецкой страны? Там надо смотреть в корень, кто вообще все это затеял, кто это затеял. Наши дорогие Соединенные Штаты, цитадель демократии, которая считает, что законно избранный президент Асад не имеет права быть президентом, и поэтому усиленно вооружает тамошнюю оппозицию для свержения вооруженного государственного переворота, для свержения законно избранного президента, снабжает оружием тамошнюю оппозицию, ни от кого не скрываясь. Снабжает, в том числе, через Турцию. Именно в Турцию едут бензовозы, нефтевозы и все остальное в количестве по 500 наливников. Этого никто не видит. США не видят там со своих самолетов, со Спутином. Все видят. Так, соответственно, член НАТО, страна Турция, все эти действия согласовывает со своими старшими товарищами. Вот давайте мы этот бензин возьмем, деньги в чемодане обратно в ИГИЛ отдаем, потому что половина ИГИЛа, она хорошая, она хочет Асада свергнуть. И мы будем это дело финансировать. Слушайте, а то, что это происходит буквально накануне запланированной встречи Путина и Оланда, это может быть связанными с собой? Поскольку там клубок всего на свете, в том числе, одна из задач внутри этого клубка не допустить восстановления хороших отношений между Европой и Россией. Категорически. Давайте собьем самолет на Украине, давайте собьем самолет в Турции, все будет хорошо, все наладится. Алексей Анатольевич, можете сейчас спрогнозировать или предположить, как должна измениться политика России, наши планы, например, по борьбе с ИГИЛ, в контексте произошедшего сегодня преступления? Во-первых, я хочу сказать, что определенные успехи, серьезные успехи в борьбе с ИГИН на территории Сирии есть. Мы видим вчерашние новости о том, что сирийская армия, то есть та, которая осуществляет наземную операцию, перешла в наступление. То есть, ИГИЛ в агонии, он в панике, и ровно в этот момент, так сказать, их друзья в Турции организуют вот то, что они организуют сегодня в небе над Сирией. Понимаете, конечно, коллега абсолютно прав. За всем, за этим чувствуется рука заокеанского модератора, который сидит там и дергает за те или другие ниточки, используя те или иные особенности. А у турок этих особенностей полно. Мы, кстати, в отличие от американцев, турок 500 лет знаем. И били их неоднократно и успешно. Мы, в отличие от американцев, вообще турок знаем. Вот именно. Мы их видели в разных, так сказать, обстоятельствах. Бусурманы и есть бусурманы. Понимаете? Вот. И то, что их используют в качестве вот такого жупила, что ли, если хотите, для того, чтобы продлить жизнь вот этому международному терроризму, чтобы можно было еще дольше использовать вот этот фактор ИГЭ в разных своих геополитических играх, собственно, американцы для этого все делают. Им не жалко ни Парижа, им не жалко ни сбитых самолетов, им никого не жалко. Им плевать на весь мир, на нас с вами, тем более. Есть ли Россия на кого положиться, есть ли нам с кем объединяться после сегодняшней трагедии? Об этом сразу после рекламы не переключайтесь. В эфире «Открытая студия». Мы сегодня говорим о том преступлении, которое сегодня утром совершила Турция по отношению к России, да что там, к международной борьбе против терроризма. Мы говорим о сбитом сегодня Су-24 на турецко-сирийской границе. Перед рекламой мы стали размышлять о том, как может измениться антитеррористическая коалиция, как может сместиться вектор усилий внутри группы тех стран, которые готовы сегодня противопоставить ИГИЛ всю свою мощь и весь свой здравый смысл. Алексей Анатольевич, вам возвращаю этот вопрос, поскольку мы на этом закончили. На ваш взгляд, состав участников этой объединенной коалиции может измениться или все-таки мы рассчитываем на то, что здравый смысл возобладает? Ну, во-первых, состав настоящей коалиции, которые реально борются с международным терроризмом в лице ИГЭ, я уверен, будет расти, будет увеличиваться. За счет кого? Россия после сегодняшнего преступления на государственном уровне, как это сказал российский президент, и вы только что повторили, должна, я уверен, только усилит мощь по поддержке наземной операции сирийских войск с воздуха, плюс, я уверен, что уже применены дополнительные меры по обеспечению работы наших бомбардировщиков. Эти меры могут быть и воздушные, и наземные, и, так сказать, даже морского базирования, как мы видели пару раз из Каспийского бассейна и из акватории Средиземного моря. На мировой арене сегодня у кого-то может хватить духу, например, встать вслух сказать, что мы решительно осуждаем действия Турции. Владимир Константинович, знаете вы таких лидеров? Да, вы знаете, я думаю так, если это произойдет, то мы с вами будем свидетелями совершенно глобального и очень важного переменной координат в мире. Это будет означать, что то, как мы решительно и отчаянно, я бы даже сказал, защищали мировые интересы, вдруг станет понято. Это потребует колоссальной смелости. Сейчас вот к нам летит Алант, по дороге он залетает по разным всяким местам, советуется и прилетит, несомненно, прилетит, знаете, он не очень сильный политик, но вот так бывает, в какое-то категорическое неожиданное совершенно время на него вдруг сваливается огромная мировая ответственность, я бы сказал, он летит как посланец, как переговорщик, он летит к нашему президенту за очень важным политическим решением. Вот если в ходе этого мероприятия мы услышим что-то вменяемое, мы услышим слова поддержки, слова о том, что Россия сейчас занята настоящим реальным делом, есть настоящий борец ИГИЛ, и мы будем готовы поддерживать это, ну что, тогда это другое дело. Обратите внимание, как только французский авианосец пошел к берегам Сирии. Что сказал Путин? Путин сказал, ребята, осторожней с этим, это наши союзники, понимаете? Это очень важный, это очень важный вопрос. И вот сейчас на этом водоразделе будет решаться, вот здесь союзники, вот здесь, и главное, что еще раз хочу повторить, главное заключается в следующем, чтобы это произошло на уровне кураторов, на уровне политиков, на уровне президентов, на уровне тех, кто принимает глобальные решения. Если мы с вами это оставим на уровень боевиков, или военных, или мировой, или нас с вами, этой общественности, знаете, этого уже маловато. Надо набраться смелости серьезным, большим политикам и сделать этот выбор в пользу, на мой взгляд, его надо сделать в пользу России, в пользу общей, мировой, мировой ситуации. Выбор цивилизационный, выбор цивилизационный. Это выбор цивилизационный. Может быть, да, вполне возможно. В этой связи, Дмитрий Юрьевич, слушайте, мы много говорим здесь о том, что роль США трудно переоценить в деле противодействия борьбе с ИГИЛ. Кто может, не знаю, укрепить тот центр здравомыслия, который сегодня все-таки не согласен с политикой США? Кто может присоединиться к той самой коалиции и, может быть, сыграть какую-то решающую роль? Да только, наверное, китайцы. Им, на мой взгляд, это не надо. Да, они никуда не лезут, сидят себе тихонько в уголке, чтобы их не трогали и мы никого не трогаем. Поэтому никого нет. Вообще никого нет. Александр Ильич, вы согласны, никого нет? Ну, я больше соглашусь с коллегой в нашей студии. Я уверен, что цивилизационный выбор делать придется. И если он не будет сделан, как тот же самый Алланд или Мерки будет объяснять своим европейским гражданам, что они, по сути, солидаризировались вот с этими террористами, которые взрывают их города и, так сказать, уничтожают их людей. Очень скоро мы узнаем, какой выбор сделала цивилизация. Это была открытая студия. Увидимся. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова